Поступило несколько вопросов, на которые я сейчас постараюсь коротко ответить. Вопрос, когда уже можно будет пройти комиссию на права? С 12 мая постановлением главного санитарного врача по городу Десногорску возобновлены медицинские осмотры. Сейчас готовится внутренний приказ, в ближайшие дни комиссия начнет работать. Если человек переболел ковид, есть ли иммунитет? Когда человек переболел инфекционным заболеванием, иммунитет возникает в любых случаях, в том числе и при ковиде. Вопрос, стойкий он, насколько будет продолжаться, пока неизвестно, ученые занимаются. Вопрос, можно ли заболеть повторно? Заболеть повторно можно, если вирус мутирует и человек заразится уже мутировавшим вирусом. Вопрос, есть ли, имеются ли по Смоленской области тесты на ковид? Не совсем вопрос понятный, но я думаю, что тесты, на которые сейчас исследуются, естественно, есть в Смоленской области. Вопрос, наверное, несколько в другом. Есть ли тесты на антитела? То есть, на исследование переболел человек или нет? То, что сейчас начали активно проводить в Москве. Таких пока исследований в Смоленской области не проводится. Вопрос задается, почему так долго делаются исследования. Действительно, мы имели очень большую задержку до 10-12 дней для получения результатов исследований из Смоленска. В связи с тем, что на территории Смоленской области, вы знаете, в двух городах произошли массовые вспышки инфекции по ковид-19 в психоневрологических интернатах. И лаборатории, а их всего две в Смоленске, были перегружены. Результаты приходили с большим опозданием. Вопрос, может ли онкологический больной пройти бесплатно тест на ковид? Аналогичные вопросы задают больные с сахарным диабетом. По информации из медико-санитарной части, людям, которые хотят сдать анализ и состоят на учете по хроническому заболеванию, следует обращаться к заведующей поликлинике медико-санитарной части и в рабочем порядке эти вопросы будут решаться. В заключении хочу сказать, что 13 мая вышло постановление главного санитарного врача по городу Десногорск о продлении соблюдения режима самоизоляции граждан в возрасте старше 60 лет. Это касается лиц, которые имеют хронические заболевания. Еще раз обращаюсь к людям, страдающим другими заболеваниями, находиться дома, соблюдать все мероприятия, которые нами уже неоднократно озвучивались. То есть не контактировать, стараться быть дома и беречь свое здоровье. Благодарю за внимание.